В Публичном центре правовой информации по Воронежской области Универсальной научной библиотеки имени Никитина регулярно проходят круглые столы по социально значимым проблемам. Например, обсуждая вопрос качества и безопасности детских товаров. Как оказалось, в Воронежской области с этим есть серьезные проблемы. Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора бьют тревогу. Если в прошлом году, в 2015 году, было проведено 10 проверок предприятий, которые реализуют детские товары детского ассортимента, в том числе и игрушки, то в этом году только 5, то есть в 2 раза меньше за 8 месяцев 2016 года. Это такие крупные торговые сети Детский мир, Эльдорадо, Фикс Прайс, СРТ Воронеж. Во всех, то есть в этих 5 проверенных предприятиях, были обнаружены нарушения. То есть из 5 проверенных объектов, в 5 были обнаружены различного рода нарушения. В прошлом году из 10 проверенных предприятий, только в 9 были обнаружены нарушения. В результате проведенных плановых и внеплановых проверок, было осмотрено порядка полутора тысяч единиц игрушек, и из них забраковано 400 товарных единиц, что составило 29% в этом году. А в прошлом году из осмотренных 4,5 тысяч товарных единиц игрушек, было забраковано меньше, 350 только, что составило 7,5%. Основными нарушениями, которые были выявлены в ходе контрольно-надзорных мероприятий, это явилось несоответствие реализуемых игрушек требованием технического регламента Таможенного союза о безопасности игрушек, о котором уже было здесь сказано. В основном это было в части неполноты представленных сведений о реализуемом товаре, то есть маркировка. Отсутствовала полная информация об изготовителе, о месте его нахождения, а также о дате изготовления игрушки. И самое главное и самое неприятное при проведении контрольно-надзорных мероприятий, это то, что, как было уже здесь озвучено, были выявлены факты реализации игрушек, которые не соответствуют требованиям гигиенических нормативов. То есть они небезопасны для детей. И в частности, в такую категорию попали игрушки как производство наше, российское, так и импортное, в основном Китай. Оказалось, что Краснокамская фабрика деревянной игрушки, это Пермский край, была выявлена, реализовывалась пирамидка, уже для детей, то есть, по сути, не старше трех лет, с превышением величины допустимого уровня формальдегида. А также в магазине FixPrice реализовывались детские мячики производства Китай, которые были признаны нестандартным по тому же показателю, то есть, по превышению величины допустимого уровня формальдегида. Конечно, такая продукция была изъята из оборота, утилизирована, и лица, которые допустили выпуск, прежде всего, такой продукции на наш рынок, были привлечены к административной ответственности. Ну, в частности, если это предприятие российское, то меры были приняты к нашему российскому производителю, а для игрушек производства Китай к административной ответственности привлечено лицо импортер, то есть тот, кто ввез на территорию нашей страны эти опасные для жизни и здоровья товары. Среди всех детских товаров львиную долю представляют именно игрушки. Специалисты отмечают явную пользу достижений научно-технического прогресса в этой сфере. Но есть и очевидные недостатки. Зачем нужна игрушка? Она приучает ребенка к осмысленной, целенаправленной деятельности, потому что необходимо, игра требует завершения. Ну так что, мы пошли в магазин, мы что-то покупаем, ты платишь, ты выбираешь товар, да, если играют, например, дети в магазин, и так далее, и тому подобное. Поэтому сейчас, когда технический прогресс до такой степени, что дети могут, вот у меня теперь уже внучка, на планшете, любую игровую ситуацию, я в полном восторге с этой позиции. Более того, для маленьких детей я сейчас появилась на рынке последние, вот, ну в общем, у меня внучке 4 года 7 месяцев, поэтому я могу сказать за последние 5 лет, когда были мои дети, они уже, извините, в 7, 4 десяток, естественно, этой игрушки не было. Называется эта группа игрушек, вот мы уже с моим коллегой обсудили, она, у нее дочке 5 лет, да, она это знает. Эта игрушка называется сортер. Это великолепная игрушка, она потрясающая, когда увидела ее, мы стали ее использовать. Вы, это слово, оно не знакомо, но психологи, как и медики, очень любят использовать терминологию, это хлебом не корми. А вообще-то, на самом деле, знаете, такие домики, в которых есть эти дырочки, и в эти дырочки надо определенно, или шарик засовывается, или звездочка, или это. И это, вы знаете, скачкообразное развитие мышления, и очень здорово и хорошо. То есть ей 4 года 7 месяцев, она не просто читает, она пишет, она виновата передо мной, пишет мне, бабушка, прости, на плакате, и так далее, и тому подобное. Но я, гуляя 5 лет со своей внучкой, я вдруг увидела невозможно опасную тенденцию. За 5 лет я ни разу не видела, а я живу около детского парка, большого Алой Паруса, чтобы хоть кто-то, хоть один, прыгал на скакалке. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто на скакалках прыгал? Когда последний раз? Вы вот гуляете, вы видели, чтобы дети ходили в скакалке? Потом, вот, например, асфальт был раскрашен, просто весь был размазан этими классиками. Единственный классик, который я увидела, который нарисовала я, для того, чтобы показать, как играют эти классики. Дети меня окружили, я, значит, там, подпрыгивала, объясняла, как надо то так, то так, почему именно так, как надо разворачиваться на одном месте, и так далее, и тому подобное. Выбор игрушки, по словам специалистов, дело ответственное, которому родителям малышей надо подходить как можно внимательнее. Правильно подобранная игрушка должна формировать человека, ребенка, будущего взрослого, здорового, морально устойчивого, понимая, отличающего зло от добра, не вызывать агрессию у ребенка, не морально не уродовать ребенка, и приучать его к труду, что очень важно, поскольку без труда мы, в общем, в принципе, ничего не получим. И то, что сегодня на нашем рынке игрушек, не в полной мере отвечает тем параметрам, которые я назвал. Требуется хорошенько провести фильтр того, что сегодня выпускается в нашими предприятиями, и то, что сегодня заводится из дальнего или ближнего зарубежья, всем, чтобы оценить пригодность игрушки, в том числе и по параметрам психолого, педагогическим безопасности для формирования моральных, в первую очередь, характеристик ребенка, будущего взрослого человека.